приветствую вас мои дорогие сегодняшних зарисовках я хочу с вами поделиться вот этими чудесными декабрьскими розами дед морозы как раз указывают что это декабрь я никого не обманываю это не старые съемки с лета нет это вот этот наш декабрь и я невероятно рада в общем каждому цветочку я знаю предстоящей зиме но эти цветы конечно во время прогулки меня удивили еще хотелось чтобы вы увидели вот это роскошное дерево астралист символ декабря символ рождественских праздников но осень продолжает нас радовать продолжает иногда выпадать такие деньки и это опять же декабрь это никакие не старые весенние зарисовки в декабре даже расцвело дерево вот я вам специально показываю дед морозов правда я как бы не обманываю вот так выглядит погода пока еще в декабре и она нас невероятно радует но а сегодняшнее видео у нас будет посвящено культурному мероприятию мы сегодня с вами сходим на выставку дизайнера тьери маглера мое знакомство с этим дизайнером началось с покупки флакончика духов я купила себе флакончик духов alien alien переводится как иностранец я думаю многие знают эти духи вот и рожки тоже таки попали в кадр да вот ну и мы едем сейчас вместе с мужем на эту выставку она проходит бруклинском музее и продлится до марта кто живет в бруклине билет стоит 25 долларов так что можете посетить это замечательное мероприятие у входа нас встречает вот такая композиция которая по-русски мы бы прочитали ой вот здесь вот можно посмотреть в инстаграме а это йода вот такая вот наверное современная до сочетание современности и музейного искусства вот ну хочу сказать пару слов что о самой выставке я узнала от елены из монреаля все знают ее канал о винтажной бижутерии и я вам обязательно дам ссылочку на эту выставку глазами елены из монреаля конечно радости моей не было предела когда я узнала что выставка в бруклине но и давайте посмотрим на некоторые картины вот например вот это очень смелая женщина и сама картина она смелая для своего времени потому что называется она поцелуй меня или получишь ложкой ложкой спадок и вот что-то в этом роде мебель с вами тоже немножечко посмотрим неплохая коллекция у бруклинского музея но она не такая впечатляющая как в бостонском музее изобразительных искусств как мы с вами были в метрополитоне но зато бруклинский музей находится близко вот ширмочка тоже очень красиво и кто не хочет тратить времени на далекие поездки вот могут тоже посмотреть кстати если вы купите билет на выставку вся остальная галерея бруклинского музея тоже для вас открыта так что воспользуйтесь этим шансом и обсмотрите весь бруклинский музей тоже вот но мы конечно его не стали осматривать весь потому что уже нужно было возвращаться домой пока мы ждем открытия я конечно не могла пройти мимо этого совершенно потрясающего кабинетика я вообще люблю мебель музеях конечно в некоторых богатеньких домах есть мебели получше но пока мы довольствуемся тем что мы можем увидеть бруклинском музее да и вот здесь вот как раз мануфактура хертер брадерс мебель 1872 года да а эта картина актуальна на все времена и все-таки на не остановлюсь потому что называется она job hunters к сожалению морискиш такого художника не знаю а здесь я подумала что наверное что-то случилось с этой картиной и думаю что это такое а это оказывается вот такое видение такая инсталляция художник валерий негарти в общем вот такое тоже можно увидеть необычное да но эта фотография самого маэстро пьере мюглера он к сожалению ушел из жизни в январе этого года я вам дам ссылочку в описании на его биографию выставка называется кортисиме да если я правильно произношу кортисиме до настоящий гениальный художник дизайнер фотограф парфюмер ах какая у него линия духов девочки очень очень рекомендую но и пока давайте посмотрим представление вот это его платье знаменитое для леди макбет давайте посмотрим и 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 эффект вообще не обычный королева с платьем сгорают 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 и королева превращается превращается королева королева превращается в обыкновенную девушку и и и и и и ну а теперь давайте полюбуемся на невероятные костюмы маэстро вот например вот этот костюм пиджачок такой да очень интересное сочетание пиджака и платья невероятные конечно серьги от кутюр 92 93 года коллекция вообще кстати очень хорошие были представлены и фотографии тоже вот ну и пока мы смотрим я вам немножко расскажу тьери маглера вообще вот 90 это считается его эпоха если допустим 50-е были эпохой диора 60 эпохой кардена 70 и в сен-лорана то тьери меглер это у нас 90-е годы его карьера конечно началась 70-х но именно 90-е стали его эпохой именно с него пошла волна театрально-карнавальной моды на который потом на этой волне поднимется джон гальяна именно меглер вел в моду иронию порой слишком серьезную и драматичную моду 90-х он делал бесконечным праздником тусовкой его моду называли вульгарной ну что ж пускай называют он возвел вульгарность в ранг настоящего искусства вот это платье которое вы видите на экране виде ракушки его примеряла карди би невероятный фасончик не правда ли вот здесь на табличке как раз говорится что карди би одевала его в девятнадцатом году на шестьдесят первую церемонию вручения награды грэмми ну а это платье мне показалось наиболее таким как как вам сказать applicable да что можно его одеть только без шлема наверное все таки но и вообще надо сказать что тьери меглер очень любил всевозможные перья стразы такие необычные инопланетные вот например вот это вот как вам такая сумочка виде гробика да интересно интересно не так ли но продолжу рассказывает про маэстро каждый показ его был заметным его исполнение женщины были всем цветами насекомыми русалками машинами мотоциклами инопланетными существами всегда зрелищными и сексуальными апофеозом его творчество считается показ 95 года в честь 20-летия бренда но в действительности каждое шоу дизайнера превосходило в масштабах и зрелищности то что делали его современники но посмотрите на эти сюрреалистичные инопланетные костюмы а дальше больше больше вот это кроваво-красное платье с перьями которое вы видите на ваших экранах оно было на карди би когда открылась неделя моды в париже и там была выставка посвященная творениям тьери мюглера кстати впервые вы выставка его костюмов прошла в парижском музее изобразительных искусного потом видимо пошла по миру вот посетила монреаль теперь нью-йорк и надо конечно еще почитать поподробнее но невероятная выставка море информации мне кажется о каждом о каждом костюме можно рассказать что-то интересное но вот пока вот первоначальную информацию что я почитала вот я вам рассказываю на а сейчас я поставлю музыку чтобы вы могли немножечко полюбоваться самостоятельно и я уверена что каждый каждый костюм имеет свою историю он наверняка блистал мы просто не знаем я не знаю и мои дорогие если вам есть что сказать по поводу костюмов выставки а если вам есть что сказать пожалуйста пишите свои комментарии и когда мы подойдем к стенду с духами я тоже немножечко вам расскажу о его духах и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Использованы были костюмы для знаменитого клипа Джорджа Майкла Too Funky Я вам дам ссылочку на этот клип, посмотрите потом тоже Вот они там как раз на экранах крутят этот клип Детали костюма, конечно, ну просто потрясающие Ну вот, не знаю, но создать такое Что-то, я не знаю, если вы слышали о дизайнере похожем на Тьере Маглера Пожалуйста, расскажите Хочется подробно остановиться на одном из его костюмов Жду, когда он появится на экране Вот он, вот этот костюм Я сначала не поняла А мне муж говорит, смотри, это же шины Да, вот такой вот костюм для леди И даже сумочку сделали А это вообще что-то футуристическое Вообще весь этот зал Это было что-то неземное Футуристическое, необычное Вот сумочку вам снимаю поближе, чтобы могли разглядеть Шины и жемчуг Хотя, вы знаете, в современном леди все под силу Мы и машины водим И жемчуг носим Костюм так и называется Тайр или шины И это из коллекции Весна-лето 97-го года Ну а здесь вот такая интересная инсталляция Которая называется Леди Гага Древний город Ну и давайте продолжим нашу прогулку Вот этот стенд очень понравился прям моему мужу Это вот что-то Ну конечно, это все такое мальчишеское А здесь вот мы как раз видим рекламу моих Не могу сказать, что любимых Духи Энджел очень провокационные Это первый вид гурманских духов То есть раньше вот эти вот нотки Сахарной ваты, кокоса, черной смородины, дыни, жасмина, бергамота, ананаса, меда, ежевики, сливы То есть мускатный орех Ну и немножко там есть, конечно, розы и ландыш Духи не на каждый день Как бы, ну, на работу я их носить не рекомендую Но у них очень приятное, я должна сказать, послевкусие То есть надо их использовать буквально немножко Дать им раскрыться И потом уже вы будете пахнуть необычно Я не могу сказать, что вы будете пахнуть как съедобным чем-то, да Но это вот такой необычный запах Вот даже не знаю, как его описать Но я думаю, что вот владелицы этих духов, они меня понимают Энджел, это, кстати, первые духи, которые создал Тьери Мюглер Ну а здесь на своих экранах вы видите не менее замечательные духи И, на мой взгляд, более носибельные Как бы их уже можно носить там и на работу Не только на выход Вот эти духи зеленые очень тоже рекомендую Хотя должна отметить, что духи Энджел носили многие звезды Дайана Рос, Эва Мендес и даже Хилари Клинтон Честно говоря, я этого никак понять не могу Потому что, на мой взгляд, вот эти Энджел, они совершенно-совершенно не подходят для офиса И их можно носить только в дозированных количествах И, кстати, надо сказать, что ровно через 10 лет после премьеры Энджел В 2002 году Мюглер ушел из моды, но не из парфюмерии Он продолжал выпускать ароматы совместно с Клоринс, которые приобрели Тьери Маглер в 1997 году И в 2005 году он как раз создал вот мои любимые духи Элиен И через 5 лет Вомэнити А в 2017 году свой последний шедевр в ароматах Аура Сейчас мы как раз приглизимся к витрине с духами Аура Вот они как раз вот эти вот зелененькие духи Запах невозможно описать, но вот тоже рекомендую Вот такой вот зеленый запах свежий А вот Элиен особенно мне нравится желтого флакона Желтого цвета, там есть флакон красного цвета В общем, очень-очень рекомендую присмотреться к этим духам Вот, ну и здесь вообще вот этот зал Это не зал, это один сплошной шедевр Я опять ставлю музыку, чтобы вы могли спокойно без меня полюбоваться на это великолепие Субтитры сделал DimaTorzok А здесь как раз знаменитая коллекция насекомых Папочка, кажется, совершенно роскошная Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Видео подходит к концу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok